Продолжение следует... Дал экзамен на владение абхазским языком в Центральной избирательной комиссии в понедельник 10 февраля. По условиям, установленным лингвистической комиссией, кандидат в президенты рассказал о себе на абхазском языке. Прочитал и перерассказал своими словами текст на политическую тематику. Он написал изложение. Двоим претендентам в кандидаты президента Аслан Убжания и Леониду Дзабшба сдавать экзамен по абхазскому языку не нужно, так как они уже сдавали его в 2014 году, баллотируясь на пост президента. 11 февраля экзамен будет сдавать Кан Кварчия. Выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия завершается 11 февраля. С интеризбиркомом зарегистрирована одна политическая партия по выдвижению Леонида Дзабшипа кандидатом в президенты и три инициативные группы по выдвижению на пост главы государства, лидера оппозиции Аслана Бжания, исполняющего обязанности главы столичной администрации Кана Кварча и министра экономики Атгура Арзенба. Сейчас я прошел экзамен по названию абхазского языка, это соответствующая установка в Конституции Республики Абхазия. Это очень правильно, мне кажется, абхазский язык это государственный наш язык, и лицо, которое претендует на пост главы государства, это лицо должно владеть абхазским языком, и поэтому считаю это правильным действием. 10 февраля инициативная группа представила в ЦИК необходимый перечень документов и подписные листы в поддержку Аслана Бжания. В соответствии со статьей 8 закона о выборах президента Республики Абхазия, регистрацию выдвинутых кандидатов в президенты Республики Абхазия и предложенных ими кандидатов в вице-президенты Республики Абхазия осуществляет Центральная избирательная комиссия в течение 10 дней с момента поступления документов о выдвижении кандидата и его письменного согласия баллотироваться, но не позднее, чем за 30 дней до выборов президента Республики Абхазия. Документы для регистрации Жанни Аслана Георгиевича кандидатам в президенты. Подписные листы собирались в течение 10 дней, собрали даже большее количество, чем необходимо по закону. Сегодня мы весь перечень документов принесли в Центральную избирательную комиссию и Центральная избирательная комиссия в течение 10 дней будет проверять все документы, в течение 10 дней должна зарегистрировать Аслана Георгиевича кандидатом в президенты. 10 февраля отмечается День дипломатического работника Российской Федерации, который был утвержден в 2002 году на основе даты создания первого внешнеполитического ведомства России посольского приказа в 1549 году. В Сухоми в посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия прошло памятное мероприятие, посвященное этому дню. Посол Алексей Двинянин, министр иностранных дел Абхазии Даур Ковы, сотрудники и гости посольства возложили цветы к памятной доске убитых в 2013 году российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги. Признательны, что вы собрались сегодня в День дипломатического работника в Российском посольстве, чтобы отдать дань в первую очередь памяти нашему коллеге Дмитрию Вишерневу и его супруге Ольге Владимировне Вишерневой, погибшим при исполнении служебных обязанностей в Сухуме, трагически погибших в сентябре 2013 года. К сожалению, убийство семьи Вишерневых – это наглядный пример того, что наша служба, несмотря на ее сугубо дипломатический, мирный, переговорный характер, всегда находится на стрее и под прицелом, к сожалению, иногда в прямом смысле этого слова. Я искренне хочу поздравить вас с профессиональным праздником, Днем дипломата. Несмотря на тот факт, что профессия дипломата, она сугубо мирная, но в нашей истории есть примеры, когда наши друзья, наши коллеги, близкие нам люди, к сожалению, на этой стезе покинули этот мир. Это очень прискорбно, и сегодня, находясь здесь, вспоминая Дмитрия и Ольгу, мы отдаем дань памяти им, и это вдвойне прискорбно, когда лично знали этих людей. Дипломатическая служба и то, что вы сегодня делаете здесь, в Абхазии, во всем мире, ваша работа направлена только на созидание, на укрепление мира. По случаю празднования Дня дипломатического работника, поздравительную ноту в адрес министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова направил министр иностранных дел Абхазии Даур Ковы. Дипломатическая служба России может по праву гордиться своими дипломатами, для которых преданность профессии и патриотизм всегда на первом месте. Напряженная международная обстановка сегодня требует особой отдачи сил в отстаивании интересов Родины. Яркие дипломатические победы России имеют важное значение не только для Российской Федерации, но и в целом для сохранения мира и стабильности на международной арене, говорится в частности в поздравительной ноте. Даур Ковы особо отметил, что Российская Федерация сегодня выступает инициатором проведения переговоров для поиска решений самых сложных вопросов. Все это свидетельствует о том, что именно российская дипломатия пользуется особым уважением среди международного сообщества. Стратегические отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией наполнены конкретным содержанием, приносящим пользу народам двух государств. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии выразил убеждение, что сложившееся взаимодействие, в том числе и межведомственное, будет и впредь конструктивно развиваться. С недавних пор за замену просроченных российских загранпаспортов стали взымать консульский сбор. Население Абхазии оказалось не совсем готово к такому нововведению. Теперь, помимо госпошлиной за сам паспорт, так и называемым нарушителям придется заплатить дополнительную сумму. В связи с этим, в месте обработки информации и подготовки пакета документов на замену паспортов в городе Сухумпа Азванба-9 стали скапливаться большие очереди. Люди спешат сдать документы, пока срок действия их российского загранпаспорта не истек. С чем связано введение консульского сбора и во сколько обойдется обменять просроченный паспорт, узнавала Алика Трапш. С января текущего года при оформлении российского заграничного паспорта заявителю необходимо предоставить ранее выданный действительно непросроченный загранпаспорт или же внутренний паспорт гражданина России. В случае, если срок действия документа истек, помимо госпошлины за оформление нового паспорта взымается дополнительный сбор за проверку наличия гражданства Российской Федерации. За совершение консульскими должностными лицами консульских действий взимаются консульские сборы, а также сборы в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий, ставка консульского сбора за проверку наличия гражданства равна сегодня 4 160 рубля. Сбор в счет возмещения фактических расходов утверждается главой дипломатического представительства Российской Федерации в стране пребывания и равен 832 рублям. При приеме заявления на проверку наличия гражданства, сведения заявителей сразу проверяются в электронной базе данных. При подтверждении наличия гражданства, заявитель освобождается от уплаты сбора в счет возмещения фактических расходов. В случае отсутствия в электронной базе данных заявителя о наличии гражданства, дополнительные запросы могут быть направлены в соответствующие органы по месту выдачи документа, удостоверяющего российское гражданство или по месту жительства, а также в органы исполнительной власти и суд. За оформление такого запроса необходимо заплатить как консульский сбор, так и сбор в счет возмещения фактических расходов. Стоит отметить, что сборы за проверку наличия гражданства не включают отдельного сбора за оформление загранпаспорта. Консульский сбор придется оплатить независимо на один день или на год просрочен российский загранпаспорт. Когда-то сборы вводятся, когда-то отменяются. Я хочу сказать, что в отношении Республики Абхазии проводится политика наибольшего благоприятствования в отношении консульских сборов, оформления паспортов и оформления российского гражданства. И вы наверняка это знаете, если даже посмотреть по количеству. Сейчас у нас на данный момент выдано более 13 тысяч паспортов гражданам Российской Федерации, жителям Абхазии. В 2019 году, для статистики, может быть вам будет любопытно, у нас было выдано 13 тысяч 236 паспортов на 5 лет. Сумма составляет 2010 рублей. А паспорта нового поколения на 10 лет, их в прошлом году было выдано 2267. Сумма в среднем составляет около 5 тысяч 400 рублей. Стоит отметить, что для большинства жителей Абхазии новость о взымании дополнительных сборов при оформлении просроченного загранпаспорта стала неожиданной, так как о таком нововведении не сообщалось ранее. Госпошлина за оформление самого паспорта на 5 лет составляет 2100 рублей. Плюс к ним дополнительные сборы за проверку наличия российского гражданства. Выходит немалая сумма. Кроме того, в месте обработки информации и подготовки пакета документов на замену паспортов в городе Сухом по Званба-9 стали скапливаться большие очереди. Люди спешат сдать документы, пока срок действия их российского загранпаспорта не истек. Я вообще ничего не слышала. Я пришла поменять паспорт, у меня 13-й срок кончается, я пришла его сдать. А оказывается, талончики дают на 25-е. Значит, мне придется штраф платить. Народу много консульцев столько не пропускают за один день. Поэтому вот сегодня давали утром за 20-е число, а сейчас уже люди с 25-го года. Я даже не знала, что есть какой-то консульский сбор или что-то. Я тоже не знала, что это. Я пришла сейчас сдавать, вот все знаю, что сейчас есть. Я тоже не знала, что штраф надо платить. Я откуда-то знала. 25-го у меня кончается срок. Вы тоже должны будете заплатить? Я не знаю. Может быть успею, может быть нет. Во избежание необходимости уплаты консульского сбора, посольство России в Абхазии обращается к гражданам обменивать заграничный паспорт до истечения срока его действия. Готовый паспорт выдается не позднее трех месяцев с момента подачи документов. Алика Трапш, Типан Мартиросян, Абхазское телевидение. Абхазское телевидение. На этих кадрах проект строительства храма святого великомученика Евстафия Апсильского в городе Героид Кварчал. И право на возведение этого величественного объекта может быть предоставлено одной из строительных компаний, зарегистрированной или организующей свою деятельность на территории Республики Абхазия. Это одно из главных условий для участия в тендере. Кроме того, необходим опыт работы в строительстве не менее 10 лет. И опыт введения в эксплуатацию построек на сумму не менее 50 миллионов рублей. У компаний должен быть расчетный счет, а также документ, подтверждающий отсутствие задолженностей в обнебюджетные и бюджетные фонды. Строители должны предоставить и письменное подтверждение об отсутствии претензий со стороны налоговой службы, а также имеющуюся материально-техническую базу, необходимую для проведения работ. Проектированием объекта занимается Георгий Боронин. Архитектура в данном случае формировалась на основе задания. Есть так называемый термин «архитектурное задание на проектирование», которое было сформировано отцом Виссарионом, как глава нашей Абхазской православной церкви. И в данном случае мной. Сейчас мы заранее, собственно говоря, объявили тендер. Есть определенные условия. Уже начали подходить кое-какие строительные компании, интересоваться. У нас есть уже показать, в принципе, основополагающие документы по этому поводу. Ну, теперь мы ждем, как говорится, определенных заявок на участие в этом тендере. До объявления тендера еще в августе прошлого года был дан старт сбору средств на строительство храма в памяти погибших защитников города Героя Ткварчал. Организаторами благотворительного марафона стали Духовно-нравственный фонд имени Симона Канонита и Святого Великомученика Евстафия Псильского, администрация Ткварчалского района, а также Культурно-благотворительный фонд «Ашана», который выступил оператором по сбору средств. Благодаря неравнодушным людям было собрано 5 миллионов рублей. Однако это всего лишь маленькая часть необходимой суммы. Требуется собрать 50 миллионов. Мы обращаемся ко всем православным людям, ко всем людям, кому не безразлично тема строительства храма или тема развития города Ткварчал, как города, который находится в очень сложном положении и надеется очень на открытие храма и на развитие инфраструктуры в городе в связи с этим. Любой из вас может оказать любую посильную помощь в виде денежных средств, в виде строительных материалов. И узнать, как оказать эту помощь, вы можете на наших социальных страничках, на страничках храма, на страничках фонда «Ашана», в социальной сети Facebook, в социальной сети Instagram. Вы можете обратиться в офис Культурно-благотворительного фонда «Ашана». Тендер достаточно, я думаю, в этом смысле целесообразен, потому что эта постройка, собственно говоря, будет вестись на народные деньги. Поэтому мы заинтересованы, чтобы те строительные организации, которые непосредственно подключатся к этому тендеру, имели это в виду. У желающих принять участие в проекте есть возможность ознакомиться с условиями строительства храма подробнее. Каждый четверг у нас определена определенная вилка во времени, при которой именно представители тех строительных организаций, которые хотят у нас поучаствовать. У нас будет в это время присутствовать все заинтересованные лица, при которых, чтобы мы могли дать полную развернутую информацию по проекту. Отбирать строительную кампанию будет попечительский совет, который состоит из 21 участника. С дополнительными критериями отбора для участия в тендере можно ознакомиться на странице храма в социальных сетях, либо по телефону 9-64-92-10. А 20 февраля в честь начала строительства храма в Творчале пройдет праздничный концерт. Когда начнется процесс строительства, будут установлены онлайн-камеры, и каждый из жителей республики сможет наблюдать за тем, как идет возведение объекта. Ситуация с положением дел в республиканской специализированной психиатрической больнице, а именно о заявлении уполномоченного по правам человека в Абхазии, связанное с имевшим место несвоевременным финансированием лечебного учреждения, а также ответное заявление Министерства здравоохранения и соцобеспечения республики в Центре внимания общественности. Омбудсмен Асида Шакрыл считает, что у Генеральной прокуратуры и Контрольной палаты Абхазии достаточно оснований, чтобы провести тщательное расследование по фактам, изложенным в заявлении уполномоченного и в комментарии пресс-службы Минздрава. Наша съемочная группа побывала в психиатрической больнице, побеседовала с врачами и находящимися на стационарном лечении людьми. По словам уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл, звонок от родственника одного из пациентов, находящегося на стационарном лечении в специализированной психиатрической больнице, поступил в офис 5 февраля, после чего омбудсмен обратилась в больницу, где один из врачей подтвердил, что звонил родственникам больных с просьбой забрать их домой на неопределенный срок в связи с задержкой финансирования. Только после этого Асида Шакрыл публично обратилась к Генеральной прокуратуре и Контрольной палате Абхазии. Я связалась с главврачом республиканской больницы, который подтвердил, что задержки финансирования имеют место. Как он мне сообщил, была встреча в Минздраве, и очень долго обсуждали они эту проблему и обещали решить. Единственный главврач не подтвердил мне информацию о том, что они звонили родственникам пациентов. Удивляет тот факт, как реагируют государственные органы, в виде которого находятся вопросы обеспечения, содержания людей в психиатрической больнице. Я бы призвала все службы, вместо того, чтобы выяснять отношения с уполномоченным, все-таки приступить к расследованию этого дела. Тем временем пресс-служба Министерства здравоохранения и соцобеспечения, отреагировав на данные заявления, распространила комментарий, в котором отмечается, что никаких перебоев с финансированием республиканской специализированной психиатрической больницы на сроки, указанные в заявлении омбудсмена, не было. Кроме того, Минздрав опубликовал полный финансовый расклад по обеспечению психиатрической больницы за интересующий период. При этом главврач лечебного учреждения отметил, что если и бывают перебои с финансированием, то на содержании и лечении стационарных больных это никак не отражается. Перебои с финансированием связаны с тем, что реорганизация происходит Минздрава и соцобеспечения, где меняются реквизиты, непосредственно напрямую влияющие на финансовые потоки с одного учреждения в другое. Но те организации учреждения, с кем мы работаем, зная о всех существующих проблемах, доставка продуктов питания и медикаментов была осуществлена в срок, и ни один из находящихся на стационарном лечении на сегодняшний день не был выписан по причине той, что нет продуктов питания либо медикаментов. На данный момент лечение в психиатрической больнице проходит 102 человека. По мнению Георгия Куртава, помимо стационара в республике необходимо развить поликлиническую и амбулаторную сети. В каждом районе нужно создать психиатрические кабинеты, чтобы осуществлять надзор за выполнением рекомендаций докторов, чтобы уменьшить нагрузку на больницу. Одной из серьезных проблем Георгий Куртава назвал острую нехватку кадров. Для решения этого вопроса ведутся переговоры с Минздравом с целью выделения лимитов для профильного обучения в Российской Федерации. Сейчас работа в психиатрической больнице идет в штатном режиме. Больным предоставляется трехразовое питание, медикаментозное лечение и обязательные прогулки по расписанию. К нам хорошо относятся. Нас смотрят как матери наши, как будто мы их дети. У нас хорошее питание. И вообще, мы так привыкли к этой обстановке, что даже и домой не хочется. Потому что они нас так смотрят очень озабоченно. Если кто-то падает в обмороке, тут же все-все санитарочки, врачи, заведующие оказывают нам помощь. Напомним, что ремонт и реконструкция республиканской специализированной психиатрической больницы были осуществлены в 2015 году за счет средств Российской Федерации в рамках содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. На Алла Кови и На Алла Гухава, Абхазское телевидение. 10 февраля народному артисту Абхазии Амирану Таня исполнилось бы 85 лет. На счету блистательного абхазского актера множество известных ролей, сыгранных на сцене, театра и в кино. Чтобы вспомнить артиста в день его юбилея в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба, собрались его друзья и коллеги. Репортаж Гогу Циварданя. Ты великий герой, Хаджират! Прости меня! Ну поверь, что твой конь заслуживает того, чтобы его украсть! Ох, что за конь! Что за конь! Я у князей не видел такого коня! Роль Чаруана в кинофильме «Белый башлык» – одна из самых известных и запоминающихся работ народного артиста Абхазии Амирана Таня. Его таланту были одинаково подвластны все жанры театрального искусства. Он блестяще справлялся с комедийными, лирико-драматическими, трагическими и философскими ролями в театре и кино. На счету талантливого актера работы в таких известных фильмах, как «Зимний вечер в Гаграх», «Ночь на новолуне», «Колокол священной кузни», «Право на прыжок», «Сувенир» и многих других. Амиран Таня обладал редким талантом. Будучи актером театра и кино, он выделялся на сцене мужественной, уверенной манерой, широтой движений. За творческую жизнь на сцене родного драматического театра им было сыграно множество ролей. Например, роль Гудыма в спектакле «Призраки» по произведению Дмитрия Гулия, Генриха в «Голом короле», Доминго в «Дон Карлосе». Друзья по сцене вспоминают, что играть с таким талантливым и теплым человеком было очень комфортно. Генриха в «Голом короле» Амиран Таня также был блестящим певцом и танцором, знатоком и любителем абхазского музыкально-хореографического фольклора. Народный артист, один из создателей, хорошо известного абхазскому зрителю сатирического театра миниатюр Чарирама. Учитывая творческий диапазон и энергию актера-драматург Шоточкадо, многие свои миниатюры писал именно для него. Амиран Таня окончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели. Практически всю свою жизнь посвятил абхазскому театру, в котором работал с 1961 года. Как говорят его коллеги, на здоровье артиста сильно сказалось его отстранение от родного театра. Не выдержав разлуки со сцены, Амиран Таня ушел в возрасте 66 лет, навсегда оставив огромный след в культурной жизни страны. Пресс-служба республиканского унитарного предприятия Черноморэнерго сообщает, что 11 февраля с 13 до 15 часов в связи с очисткой трассы высоковольтных проводов будет обесточена высоковольтная линия Гумиста 110 кВт. Без подачи электроэнергии останутся подстанции Сухум-2, Новый Афон, Гудаута-Тяга, Мцара, Дурипш, Гудаута-110. Мы продолжаем прямые эфиры с участием общественных деятелей, политологов и экспертов. Сразу после информационного выпуска Амшекша рассмотрите прямой эфир с участием аналитика Лейлы Тани. А сейчас о погоде. По информации Гидрометцентра, 11 февраля в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. При горьях и горах снег температура воздуха ночью минус 3, плюс 2, днем плюс 3, плюс 8, температура морской воды плюс 9 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова